Всем привет! И мы с Катюхой справляемся в зимний рейс! Там далеко-далеко есть земля Серьезная контора Трусиков мы повезем на 4 миллиона рублей Фуры все подъезжают и подъезжают Прошло 7 часов, мы находимся здесь уже 6 часов Почти 12 часов Чуродненький, сейчас будем воссоединяться Где груз? Катя! Девушки сюда попадают в черный список Она больше сюда никогда не заедет Из-за чего весь сыр-бур произошел? Готовьте ваши теплые чаечки, а мы поехали! Опа! Опа! Да! Это дальнобойный рейс! Семний дальнобойный рейс! Время 7 утра и я у Кати, у Скани И мы выдвигаемся! О! Салют! О! Салют! О! Салют! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Маска, сейчас все будет. Выезжай. Катя проезжает через ворота, а я пойду вот так. Серьезная контора. Документы, паспорт, пропуск, маска. Опись, протокол, сдал, принял, отпечатки пальцев. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это трещь ненадолго, всего на три. Когда грузиться будем? И чем? Трусиками. Детскими стрингами, детскими памперсами. Трусиков мы повезем на 4 миллиона рублей, представляете? Охренеть. И начнется загрузка у нас через... Часик. Часик! Ты же говорила в 8. Ты же в перевозках, здесь все так. В 8.30 уже. Ну, в 9 с меня начнется, я думаю. Ребят, я уверена, вы уже слышали, что наши друзья из Летишопс разыгрывают белую Теслу. Оказалось, это еще не все. В черную пятницу стартовал розыгрыш черной Теслы. Еще одной Теслы! Весь мир ждал черную пятницу. Время распродаж и скидок до 70%. Действовать они будут целую неделю, до 28 ноября. И закупаться можно в несколько раз дешевле. Летишопс поддерживает распродажи, поэтому в этот период они делятся горящими кэшбэками. Более чем у 30 партнеров. Размер кэшбэка увеличили до 6 раз. Если с обычным кэшбэком вы вернете 200 рублей с заказа, то с горящим кэшбэком вернете до 1200 реальных рублей. Приятненько, да? А теперь вишенка на этом прекрасном торте. С 22 ноября за каждый заказ на сумму 25 долларов у топ-партнеров с кэшбэком от Летишопс можно получить билет на участие в розыгрыше черной Теслы и других призов. Да, и главное правило – больше билетов, больше шансов выиграть. Все подробности розыгрыша можете смотреть либо на сайте, либо в приложении Летишопс. Поэтому, скорее выбирайте лучшую цену, регистрируйтесь в Летишопс, чтобы экономить с большим кэшбэком. И участвуйте в розыгрыше черной Теслы. Быстрее, нет времени ждать. Ссылка в описании. Я, конечно, извиняюсь. Это что, летняя резина? Это всесезонная резина М плюс С. Она и зимняя, и летняя. Она выглядит просто капец, как какие-то полуслики. Как лысина? Как лысина. То есть, получается, резину Кайза не меняла к зиме. А что ты подготовила к зиме? Что нужно сделать вообще, чтобы подготовиться? Я думала, шипехи надо одеть. Лепехи. Ну, на самом деле, у нас все прям готовилось к твоему приезду. Видишь, снежок выпал. А сегодня еще мороз долбанул. Так что я думаю, что мы с тобой вместе будем готовиться к зиме. О, вместе? Да. Медричка водить. В общем, пошли. Это сервисы, где мы ремонтируемся. То есть, получается, ты не только на дальнобои зарабатываешь? Нет, это не мой, это Серегин сервис. Это отопление, отопление проводится. Понятно. А вот, собственно, и Серега меняет сейчас сцепление здесь. Всем привет. Хрена себе, корзиночка. Я, конечно, извиняюсь. Сцепление меняем. Ну, что, Серега, часто скание ломается? Ну, бывает. Сколько можно зарабатывать на такого? Секрет? Секрет. Секрет? А вдруг я хочу тоже открыть? Ладно, все. Знаешь, что это? И для чего это нужно? Под колеса, наверное. То есть, если ты где-нибудь застряла, то ты их кладешь под ведущие колеса и, соответственно, выезжаешь. Вот здесь. Блин, крутяк. Как вы считаете, девушка должна уметь ремонтировать фуру, которая ездит, соответственно, за рулем этой фуры? Какие тонкости-то, конечно, но там... Ну, какие-то мелочи, да? Мелочи, да. А вот вы прям профессиональный механик или вы просто шофер? Нет, я же не буду в дороге двигатель делать, там что-то такое. Потому что вы не умеете. Нет, мы умеем, но нет такой возможности. Ну, короче, по мелочи что-то делаете, да? Да, по мелочи. Отлично, вот, чувак на нашей стороне. Как вас зовут? Алексей. Ставьте Алексею лайк в комментиках, а мы погнали дальше. Итак, прошло 7 часов. 7 сучек часов! И мы, наконец-то, едем загружаться. Про наплевательское отношение мы сейчас с вами поговорим сразу же после загрузки. И так, сейчас Катюхе нужно вон туда вот запарковаться. Она это делает просто на изи. Четко! Прошла первая партия. Все, готово? Конечно. Все, груз загружен. Катюха отъезжает для того, чтобы закрыть нам наши воротинки. Все пренебрегают вот этим правилом и обычно не просовывают пломбировочный трос, а цепляют просто за замок. Но если есть трос, то лучше делать все правильно. Красивые женские ручки пломбируют. Фуру! Итак, ну не прошло и 7 часов, как мы загрузились, должны были раньше, и мы выезжаем. Теперь Катюха молодец, едет всю ночь. Но это не точно. Девочки, я руководитель отдела службы безопасности. Смотрите, какая ситуация. Да. Вы сейчас подставляете свою подругу или не знаю кого. Чем я ее поставила? В том, что у нас на территории компании съемка запрещена. Как я подошла, спросила. У кого? Нету здесь никаких запретов, что съемка запрещена. Вот смотрите, какая ситуация. Я говорю, сейчас вы при нас удаляете это, либо можете не удалять, но девушка сюда попадает в черный список, она больше сюда никогда не заедет. Выбирайте сами. А где у вас написано, что нельзя снимать? Выбирайте сами. Мы фиксируем, что мы сколько погрузили. Сейчас мы приедем на другое место, нам скажут, а вы погрузите. Ну я с вами разговариваю уже. Сколько ситуаций было разных. Мы загрузили 14 палетов, привозим. А нам говорят, вы должны были привезти 16. Мы снимаем для собственной безопасности. Вы считаете, я должна это удалить? Вы пугаете меня и ее. В случае, если я не удалю, вы ее занесете в черный список. Это называется шантаж. Мы ничего противозаконного не сняли. Ничего. Никого не обозвали. Никакую фирму не назвали. Я фиксирую, это в целях моей безопасности. Вы сейчас на меня нападете, у меня будет видеофиксация. Я запрещу вас. Если по закону, как вы говорите, соблюдая закон Российской Федерации, то здесь должны быть таблички. Вы этот закон не соблели. Кто виноват? Мы виноваты? Нет. Все. Тогда какие вопросы? Вам, во-первых, удали с интернета. Нет, я не буду удалять. Здесь запретов не было никаких. Откройте. Короче, из-за чего весь Сырбур произошел? Из-за того, что я выложила сториз о своем неготовании, что мы 7 часов простояли. Приехали на загрузку в 8 утра, встали в 5, подготовили фуру. Приехали для того, чтобы загрузиться. Мы находимся здесь уже 6 часов, и нас до сих пор не загрузили. А нам ехать на это здоровяке еще 1400 километров. И надо доехать за сутки. Ну, короче, суть того, что они увидели мой сториз. Хотя прошло где-то полчаса после того, как я ее выложила. Нас тут же загрузили. Тут же, мгновенно говорят, алло, здрасте, приезжайте. Но зато на выезде нас не сразу выпустили. Благо, никаких насильственных действий не было. Человек все время ссылался на закон. Хотя, насколько я знаю, что должны быть таблички, что съемка видео запрещена. Теперь они будут там, это 100%. Но угроза в плане того, что мы занесем вас в черный список... Девушки сюда попадают в черный список. На чем она обоснована? На чем, я не пойму. На том, что вы сняли у нас на территории, что противозаконного мы там сняли. Мы 7 часов были на этой базе. В течение этих 7 часов я периодически выходила, снимала. Прежде чем что-то снимать, я прошла, посмотрела, нет ли запретов. Нет запретов я начала снимать. Я сняла сториз, я снимала на протяжении всего этого времени видео, что мы ждем, как мы грузимся. И только на охране нам сказали, что нельзя. Хотя там все люди такие, о, прикольно, вы еще блогеры, да, такие спрашивают нас, типа, снимаете, прикольно, прикольно. Я говорю, типа, нет возражений никаких, да нет, снимайте. На самом деле, мы вчера с тобой сидели, ну, не под камеру, болтали душевно, да. Ты мне сказала, Катя, вот в твоих роликах они скучные. Не дают снимать. Ты видишь сама ситуацию. Вот сегодня ты очень явно убедилась в том, что происходит, когда ты некую свободу делаешь, там, свободу выбора, да, снимать тебе или не снимать. Да, меня занесут в черный список. Смысл в том, что во всех компаниях, да, вот, по сути, рынок, он весь поделен. Большие игроки федералы, да, федеральные компании, у которых там тысячи машин, они, конечно, под собой держат большинство компаний, и, соответственно, под ними сидят частники. И тут некая монополизация рынка произошла. И то есть как компания там диктует, какие ставки, по таким ставкам и работает весь рынок. И получается, что уходит один, приходит другой. Мы расходный материал, по сути. Сделают так, чтобы я не приехала. Так что, если кому-то что-то нужно привести к вашему слову... В любом случае, я все ссылки оставлю на Кате в описании. Как минимум подписывайтесь. А по максимуму, если вы являетесь какой-то компанией огромной, холдингом, который может давать работу по перевозкам, то, пожалуйста, пишите Кате, пишите ее логисту, менеджеру, в общем. Продолжаем разговор, вот, размусоливание той ситуации, которая произошла. Да, вот мы возвращаемся. Во-первых, наплевательское отношение к людям. А, ко всем, да. Ко всем дальнобойщикам. Сейчас пущу аудиосообщение, где мне конкретно мой подписчик говорит о том, что это так устроено. Настя, это целая индустрия ублюдского отношения к водителям. Ты ничего никогда в жизни не изменишь. Самое отвратительное отношение к людям, это в Ростовской области. Вот, и по поводу загрузок и выгрузок. Водителя за человека не считают. Один человек сделать ничего не может. Один попытался, второй попытался, забили и все терпят. И, соответственно, ты либо терпишь, либо не терпишь. Но вы не правы, вы подойдите, извините, что так долго произошло. Скажите в следующий раз, мы вас четко в назначенное время загрузим. Нет, почему-то начинаются вот эти угрозы. Блин, короче. Пока едем дальше. Да не надо, не смотри, я дулись делала. Пусти. Фу, дулись, пошли нас, ура! Есть такое поверье у дальнобойщиков, чтобы тебя не останавливали сотрудники полиции. На каждом посту, перед каждым постом, делаешь вот так вот, кладешь ее под руль, и тогда точно не остановит. Слышали такой лайфхак? Мы уже проехали несколько постов, крутили дули, и реально это помогает, представляете? Рабочая тема, на что пользуетесь. Кто слышал про такой лайфхак, напишите в комментариях. И благодарите. Следующее, что мы берем с собой в дорогу в качестве подготовки к зиме. Диск для болгарки. Ну, не думаешь, что это хороший варик? А берем с собой вот такие вот штуки. Так, держи. Это сильно много. Ну, на всю зиму. Супер антигей для дизельного топлива. При добавлении содержимого упаковки дизельного топлива обеспечивается надежная работа двигателя вплоть до минус 47 градусов. Грубо говоря, к зиме вот этот вот хайгир сделает так, чтобы твоя солярка не замерзала? Ну, смотри, смысл в чем вот этой штуки? Сейчас идет межсезонье, и многие заправки, они еще не перешли от летнего топлива к зимнему топливу. То есть топливо, по идее, должно не замерзать в минусовые, сильно минусовые температуры. А так как мы ездим и на север, ну, не только на юг, это с тобой мы поедем на юг, а так я езжу и в Красноярск, и на севера, и даже люди ездят севернее, ну, я стараюсь так особо, особо не морозить. Ну, короче, с собой всегда нужно брать вот этого, чтобы перед заправкой залил, а то вдруг летняя солярка. Да, да, топливо может запарафиниться. То есть вот чтобы не было вот этой реакции. И лягушка такая встанет и не перестанет качать, да? Да, да, там вся система вообще замерзнуть. Приехали мы с Екатериной на заправку, чуть-чуть надо позаправиться. И будем заливать перед заправкой вот этого чудо-средства, супер антигей для дизельного топлива, как раз для минусовых температур. От High Gear. То есть вот такой вот одной баклахи хватит на тысячу литров, это если, чтобы она выдерживала температуру примерно минус 20, минус 25. Если температура уже там минус 40, то вот таких баклахчик понадобится две штуки. Цена каждой, ну, там смотря на какой заправке, там где-то 1000, где-то 1200. Тут уже от аппетитов магазина зависит. Как относишься к девушкам-дальнобойщицам? Негативно? Нет? Вот встретили подписчика, здесь на дороге тоже заправляется. А тем временем тут бак наполняется российскими рублями. Все, High Gear залили, бензинчик залили, можем ехать дальше. А если вы не хотите попасть в просак с зимней солярочкой, то ссылка на этот товар в описании, конечно же, можно купить. А мы поехали дальше. У нас, в общем, вот такой вот перекус, как вы поняли, очень все серьезно. Тут как бы вообще, для девочек особенно. Вот здесь вот как бы вот... Твою заебу! Идиотка. Ну, короче, вот как-то вот так вот. Два здоровенных антрикота. Как бы 12 ночи, почему бы не поесть, отлично. Самое то. Да. Короче, цена вопроса нашего вот этого ужина. Шикарнейшего мяса, свежак нам только его приготовили с костра. Пюрешечка, супчик, тысяча рублей на двоих. За весь день, что мы сегодня ели, это лучшее, 10 из 10. Все остальное, рыготина была редкостная. А 874-й километр, если что, тут очень вкусно. Трасса М4. Катя мне стилет постельку. Мамка. Спасибо. Свет потом, если что, вот-вот. Это еще не вся подготовка к зиме. Так, что еще? Я еще кое-что припасла. Но, несмотря на то, что мы едем на юга, я так все-таки готовлюсь к зиме основательно. Ну, не таскать же это все по 100 раз. Это тулуп. Цыганская сумка. Цыганский тулуп. Вау, вот это подготовка. А это из кого они? Ну, это кожа, то есть. Глянь, вообще сразу, а то у меня уже сопли протекли. Класс. Опа. Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красное? Вот это, да. Вот это, я понимаю, зимнее перевоплощение. Ну, то есть, по идее, ты просто кладешь вот этот набор наверх на спальник, и в случае кистер-форс-мажоров у тебя будет теплая одежда. Так, вот еще, что мы берем с собой. О, песок. Ого. И лопата. И спалли. Доносит, смотри. Опа. А сколько ты берешь с собой таких мешков? Ну, я беру один мешок, окончается просто с рейса. Если у меня он закончился, я кладу другой. Опа. И опа. Здесь получаются стяжки, два огнетушителя. Песочек. Песочек, бревнышко, чтобы не скучно было, подложил под себя. Можешь под себя, можешь под подушку. Но это при ремонте, если понадобится, бревнышко также. Да, да, генератор. Генератор. Ну и все. Это, короче, вот это вот, все остальное, кроме мешка и лопаты, это круглогодичный набор. Если уж прям так говорить, то да. Если куда-то прям собираться на север, на север, конечно, нужно все жидкости, масла менять на арктические. То есть там, начиная с масла в редукторе. Какую нужно вязкость масла заливать? Ну, в редукторе 85 на 140, в движке 10-40. А ты докуда максимум доезжала? Ухта, Сыктывкар. А там сколько было минус? Ой, ну, самое максимальное попадало в минус 45. Вот такая вот зимняя подготовочка. Вообще-то, по прогнозам, по нашей дороге должен быть был быть местами снег и гололед. Но местами здесь как будто бы лето. Так тебя ждали, вон, видишь, зеленые выслали дорожки. Да, да, просто луга зеленая, прекрасная солнечная погода. Апрель месяц. Хорошо, что погода располагает, и мы можем спокойно ехать, не переживать за то, что нашу фуру куда-нибудь унесет. На тему зимнего рейса. Чем отличается зимний дальнобой от летнего дальнобоя? Насколько ли он сложен? Зимний дальнобой, я тебе так скажу, если... Еще тут геморрой. Да, да, это еще та задница, начиная от снегов, льдов. Потому что ты очень часто сталкиваешься с тем, что стоянки не чищены. Какие-нибудь, если холмистые местности, то там ничего не посыпано, пройдет метель, и фуры просто вереницей стоят на подъеме. Приезжают гаишники, перекрывают даже, чтобы очистить все это дело посыпать. Причем, кстати, не только зимой, очень опасно также в межсезонье, когда идет дождь, вот по весне, да, таяние снега, и днем все тает, и кажется, сухая обочина, а под ней вот эта вот стаявшая жижа. И ты можешь просто сразу взять там и утонуть нафиг. Помогают ли дальнобойщики, дальнобойщики в случае, вот если вот зимой что-то происходит? Это зависит действительно от ситуации. То есть бывает, что прям вот все окей, трактор тут и все, тебе помогают и все там сделают, прям все супер. А бывает, что ты звонишь и в МЧС, и в пожарную там, и никто к тебе не приезжает. Просто никто. А вот ты когда ехала, например, и видела, что кто-то там ремонтируется, или пробил колесо, или там голосует, или в рацию просит, ты когда-нибудь самосто нам голос помогала? Если в рацию просят, да. Если кто-то вот голосует, ну непонятно, что он голосует. Например, была ситуация, когда там стояло несколько фур, непонятно, что они стояли, какие-то легковые стояли, и мужик резко, чуть ли не под колесом не выбегает, начинает там голосовать, как-то непонятно, какие-то то ли он машину останавливает там с собой, то ли чего. Конечно, неприятная ситуация. Если бы он там в рацию, да, сказал, ребят, нужна помощь, то есть без проблем. То есть... А ну мало ли чего? Ну да, непонятно для чего он. И потом я узнала, что на этом участке там останавливают фуры, воруют, и какие-то там нехорошие вещи происходят. Итак, с чего начать, чтобы отцепить полуприцеп? Ну, начнем с того, чтобы тебе нужно выдернуть ручак, то есть освободить шкворень от пальца, то есть чтобы у тебя замок открылся. Ну, иди сюда, иди, иди, не бойся. Он лапку у нас подает. Он боится тебя. Он боится тебя в шапке. Он тебя в шапке напугал. Я волк. Все, смотри, это я. Ну нафиг, короче. Я побежал. Вот видишь, вот этот вот рычаг. Я потяну его за стопор, а ты будешь тянуть рычаг на себя. Ты расцепляешь замок и освобождаешь тем самым палец, чтобы расцепиться. Да, тяни, 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 тяни. Ух ты, ёпт. И немножко влево. Все, все, отпускай его. Все, открылся. Дальше мы поднимаем подушки. Запускаем. Это пневмопульт поднимает подушки. Но не сильно. Вот, вот этой кнопочкой. Достаем следующую штуку. Рычаг, который опускает и поднимает лапы. Тебе их нужно опустить. Да, он механический. Там червячный механизм. Две скорости. Опа! Прям как на мясорубке дома мясо крутить, да? На советской такой. Да, да, да. Все. Достаточно. Тебе больше это не понадобится. Мы это убираем обратно. По идее, мы можем отъехать. Но я немножко перестраховываюсь. Чтобы мне не царапать седло лишний раз, я чуть-чуть его приспускаю. Вот смотри на седло сейчас. Вон, видишь, зазорчик появился? Видишь, он отсоединился. То есть мы теперь аккуратненько, потихонечку отъезжаем и смотрим, что у нас все расцеплено. Все супер, Катюша. Как мы только выехали, мы, соответственно, опускаем подушки. Чтобы у нас лишняя смазка не стиралась с седла, чтобы ее не расходовать. А, еще эти тросики надо. Все, теперь кабелей надо отключить. Давай руку. Все, все. Вот это два воздушных. То есть они идут вот так параллельно. То есть ты их берешь и отсоединяешь. А, все, понятно. Я думала, тут что-то оттопыриться должно. Нет, нет. А только я должна была оттопыриться. Специальное место. Дальше. АБС и свет. То есть ты вот так вот, смотри, как делаешь. Берешь вот этот рычажок. Вот так вот. Ага. И выдерживаешь, как из розетки. Ага. Как на тесты прям. А, ликотня. И последнее. Это камера. Видеонаблюдение. А. Ну, ее просто можешь повесить. Все. Кобелей больше нет у нас. Ну что, Настя, твои подписчики очень просили, чтобы я попробовала дала тебе прокатиться. Да. Было такое? Да. Ну что, поедешь? Предлагаю просто прокатиться по базе, сделать кружочек. Давай. Пробивало ли у тебя колесо вообще? Применяла ли ты вот так на обочине? Два сразу было. Два сразу? Ну, одно на выстрел размахрилось все. Да. А вот этими лоскутами, пока я останавливалась, сорвало сам ниппель с другого колеса. А это какое время года было? Лето. А, лето. Ну, хоть лето. А второй, соответственно, спустила. Запаска у меня была только одна прицепная. Прицепную я поставила запаску. А вот для второго колеса пришлось тормозить машину, и чтобы он дал свою запаску. Мы доехали с ним до шиномонтажа, и там мне просто поставили, поменяли вот этот ниппель. Ну, ниппель, да, на здоровом колесе. Сосок, да, сам. Сосочки мне поменяли. Да. И я поставила, отдала человеку его запаску и поехала домой. Были ли какие-то, не знаю, домогательства у тебя вот на таких вот стоянках, где вот огромное количество машин, фур, и все смотрят на тебя, как на какую-то добычу? Ты знаешь, я стараюсь к себе внимания не привлекать. То есть я одеваю капюшон, там, у меня длинная куртка. Я просто стараюсь не провоцировать людей. Ну, то есть я прохожу там каких-то своих дел, и все, я не гуляю там по стоянке, не рассматриваю там машины, не заглядываю. Я просто делаю свои дела и ухожу, и все. И, в принципе, ну, ко мне подходят только подписчики, кто меня прям вот узнает. Короче, получается, ты, когда выходишь на улицу из машины, ты делаешь из себя мужчину. Ну, по сути, да, я капюшон накидываю, иду. Нет, ну, понятно, что это женщина, там, девушка идет. Ага. Но в целом я не стараюсь. Ну, не раковая, шальная императрица. Да, да, не шальная императрица. Солись в твою камеру. Да, 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 да. То есть я просто прохожу и все. Здесь все достаточно просто. Газ, тормоз. Больше тебе по базе ничего не пригодится. Справа газ, слева тормоз. Ну, здесь все стандартно. Отпускай ручник. Просто нет, вот так его, смотри. Оп. На себя и вверх. Теперь движение. Как ощущение? Зимний дальнобой. Зимний дыр. Ну, подрыхти здесь не удастся, здесь все-таки автомат. Кто знает, кто знает. С рогом у нас тут туман. Вот. А что он так медленно набирает? Ну, это же дизель. Как медленно работает? Это хероборы. Походу, пойдем сейчас за песочком. Буксует охереть. Просто жопу сносит, прикинь. Я вот сейчас возьму вот так. Да. Такое главное, чтобы нас не снесло на... Да я под контролем, наверное. Наверное, но это не точно. Опа! Пошло, пошло, родной, пошло. Головастик в деле. Получилось! И назад тоже! Все, как только у тебя ведущие коснулись асфальта, ты пошла без препятствий. Вот это задний привод, я понимаю. Конечно, а ты говоришь, что она боком не пойдет. Пойдет еще как? Еще дрифтить будешь? На ней? Нет. Еще сумасшедшая. Я, конечно, могу, но это же опасно. Она будет делать вот так вот, что-то бок-бок-бок, потом бок. Дорога, дорога, ты знаешь так много, А жизни моей не простой. Дарарарарам! Ха-ха! Ха-ха! Осталось немного, я скоро приеду домой. Ну че, родненький, сейчас будем у вас соединяться. Ха-ха! Смотри, а смысл в чем? Тебе надо, чтобы у тебя полуприцеп был идеально прямо с тягачом. Точнее, тягач должен быть идеально прямо с полуприцепом. То есть старайся заровнять его. Опять сносит ее. Идиотина. Ну так, ты видишь по зеркалам, правильно я центру ее или нет? Ты давай, давай, потом посмотрим с тобой. Нехера нет. Немножко опять, видишь, скривила. Давай пойдем, выйдем, посмотрим, что у нас получается, чтобы тебе было это понятнее. Стоп, 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 стоп. Да. Обязательно на ручник, это прям вот как отче нашего. Встал на склоне, ставь на передачу. Это же как ну, зубы почистить. Вот сюда должен заходить палец. Тебе нужно подъехать, во-первых, ближе. Ну? И посмотреть. То есть прямо у тебя заходит палец. А, потом можно чуть-чуть подкрутить попой просто на месте, не обязательно там выцентровываться, да? Катюха, сейчас полагаешь на мастер-класс. Так, надо насадить жопку в седло на место. Палец четко смотрит по центру седла. Можно заезжать. У нас снова была остановка, там сходить по бумаге подписать. Вот, короче, груз у нас на месте, пломба на месте. Катюх, скажи, сколько вот стоит перевозка вот эта вот? Получается, на нее нужно будет потратить три дня и обратно тебе еще вернуться три дня. Грубо говоря, неделя на все про все. Ты имеешь в виду грязными или чистыми? Ну, высоко чистыми, и мы из этого вычтем еще на топливо. Ну, это легкий груз, в общем, там тысяч, грубо говоря, сто, наверное, получится, девяносто. За неделю. Да, и отсюда вычисляешь топливо, все расходы. А на топливо где-то сорок тысяч? Ну, плюс, ну, поменьше где-то, плюс-минус. Плюс логист еще. Ну, там, получается, платон, платка, топливо. А, понятно. Да. Короче, много расходов нужно понести, помимо того, что ты должен заработать на своей машине, ты также должен еще и вложиться, заправить машину, а тут как бы заправки прилично, потому что 1100 литров, если не ошибаюсь, два бака общий объем. И, соответственно, сколько зарабатывает дальнобойщик на собственной фуре в неделю? Плюс-минус 50, ну, в идеале 60 тысяч рублей. Это при том, что ты туда, обратно, только вот ночью ты спишь спокойно, да, не кровь из носа едешь, а вот ночью спишь по 6 часов и едешь снова. То есть вот такой вот труд оценивается от востока. Но это потому, что легкий груз, там около 7 тонн примерно мы везем. Вот, может быть, груз потяжелее и, соответственно, дороже ставка, да, если груз тяжелее? Да, конечно, здесь легкий груз. Ну, короче, если вот работать с двумя выходными в неделю, то зарабатывать, по факту, чистыми можно там только 1200, наверное, в месяц. 250, да. Ага, ну вот так вот. Нам осталось еще 500 километров, а время-то уже, солнце-то садится, 5 часов. И теперь трогаемся. Что, тяжелее? О-о-о, тяжелее. Ха-ха-ха-ха-ха. 20-тонная Хиробора посреди меня. О-о-о, класс, просто. Это какие-то непередаваемые ощущения управлять такой бандуриной в первый раз. Да, не в обиду никому, но это, конечно, сложнее, чем с КамАЗом управляться. Тут такая длина, габарит какой-то огромнейший. Ну, это привычка, это на самом деле привычка, ничего здесь такого сверхъестественного нет, просто это карта. Получилось! Получается, получается! Вот это да! Блин, нафигеть! Это очень очково, но в то же время, капец, я такого не испытывала удовлетворения. Смотри, теперь пошел влево. Да. Тебе его, видишь, надо заровнять. Мне надо вот сюда. Очень простой способ лайфхака на обочине. Вот смотри, видишь, там слева снежок. Слева, да? Ну. А справа на карте. Ну. Попробуй постарайся выровнять его, чтобы зайти в эту же карте на карте. Ты можешь сдать вперед, заровнять его спокойно. Дай это область. Ну. Но что выросло, то выросло, как говорится, ручник, зато я не забыла опустить, на нейтралку постоять не забыла. Криво-косо, но получилось хоть как-то. Огонь, спасибо большое, что ты дала мне возможность прокатиться, это очень большого, дорогого стоит. Я рада, что тебе понравилось. О, класс. Ну что, Настя, посещение в дальнобойщике ты почти прошла, теперь уже можешь ездить. У тебя сосок с полуприцепом, да, можешь расцепляться, зацепляться. Осталось дело за малым, покататься по горам, подкатить к пандусу, полуприцеп загрузиться, довести груз и, в принципе, все. Можешь. Ну, посещение точно прошло, да. Хочу вам сказать, что это не так и просто. Да, крутить руль это одно, другое дело, прицепляться тоже сложнее. И, понятное дело, что отцепляться не так сложно, потому что отцепиться, так же, как и разобрать двигатель, легко. Много умы и надо. А вот прицепиться или собрать двигатель уже тут нужно. Побольше ума. Поэтому будем практиковаться дальше. Начало положено, мне очень понравилось. Вот. Ну, а мы поехали дальше. Слушай, там далеко-далеко есть земля. Там Новый год, ты не поверишь, там Новый год два раза в год. Там снег, там столько снега, что если бы я там не был сам, я бы не поверил, что бывает столько снега, что земля не видит небо и звездам не видят свершения. Добренькое утро. Сейчас проверяем груз, все ли тут в порядке, потому что на стоянке мы ночевали. Не поняла. Тросы вот здесь. Не поняла. Стоп. Ядрить колотить. Не поняла. Где груз? Катя. Ты что, где груз? Все. Не поняла, что все. Ты выгрузилась уже? Пока я спала? Да. Засранка. Капец. А я думаю, чего она лежит спокойно? А в какое время, я не поняла. Мы же приехали сюда в полвторого, в семь выгрузка. Нас всю ночь выгружали, нас три часа загнали. А почему ты меня не разбудила, можно уточнить? А что тебя будить? Ты так сладко спала. Мне жалко было тебя будить. Пэ, подруга. Фух, ну слава богу, что хоть разгрузили, и они куда-то вонделся. А то я думаю, как такое, возможно, с платной стоянки что-то пропадет. Ладно, сейчас закрепляемся. Уже как бы не планировалось сейчас это все делать, но я очень испугалась. Да, белую кофту нацепила. В дальнем бою это вообще не то. Так что вот такой вот был сегодняшний рейс на вот этой вот прекраснейшей скани, с прекраснейшим сильным водителем. Как же будет реально, она сильная как морально, так и физически. Катюха просто мощь. Мой сладкий. Лапку дает. Мой хороший. Ты хочешь кушать? Да. Кушать! Стой, не прыгай, блин, ты, лиса. Кать, там у нас лиса, ей надо что-нибудь дать поесть. Опа! Так что вот такой вот был сегодня у нас веселый рейс, местами сложный. Местами нервный. Да, но в целом очень даже весело мы под конец провели время. В общем, Катюха жопа. Не сказала мне ничего, но она огромный молодец. Да, она дала тебя выспаться. Да, морально, физически сильная, у тебя зубы в помаде. Катюха лично для меня, вот с первого рейса я и так знала, что она морально и физически сильная, но сейчас я в тысячу раз еще больше убедилась. Огромный тебе респект, Катюх. Надеюсь, еще не последний рейс, да, мы проедем с тобой вместе. Все, я желаю тебе хорошего пути. А я погну в Москву! Пока! Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ссылочки на Катюху в описании. Охранник, знаешь, что он меня сейчас спросил? Говорит, а вы что, девушки? Я такая, ну да. Он говорит, ну в смысле встречаетесь? Ну иногда встречаемся. Я не поняла, про что он. А он-то что подумал? Идиот, мы вообще-то замужние. Как с детства вообще.